Люди пишут, что можно нормализовать давление отказом от сахара и хлеба. Действительно ли это так? Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, как сахар влияет на сердце и сосуды и не только. Что человек испытывает при отказе от сладкого и чем сахар можно заменить, я поделюсь с вами в конце этого видео. Обязательно досмотрите его до конца. Меня зовут Стойко Ольга Александровна, я врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, автор книги «Жизнь без гипертонии. Как избавиться от повышенного давления и не допустить развития инфаркта». Ссылочку на книгу вы можете найти в описании к этому ролику. Также я являюсь автором онлайн-курса по снижению давления и холестерина. Еще больше полезной информации, как я уже сказала, вы можете найти в описании к этому ролику, а также на моем телеграм-канале. Здесь вы видео смотрите, а в телеграм-канале я пишу тексты. И те, кто предпочитает слушать тексты, пожалуйста, переходите по ссылке в телеграм, и я буду рада каждому. Итак, давайте подробнее поговорим о сахаре. Действительно ли можно снизить давление, убрав либо уменьшив количество сахара? В нашей жизни сахар присутствует практически повсеместно. Он содержится в составе большинства продуктов, которые мы употребляем ежедневно. Из сахара и белой муки мы получаем треть калорий, заодно приобретая массу проблем со здоровьем. Каких именно, я чуть дальше расскажу. Большая часть глюкозы при этом поступает в организм современного человека в виде сахара. В желудке сахар распадается на фруктозу и на глюкозу. Несомненно, глюкоза важна. Она является основным источником энергии, необходимой для нормальной работы нашего мозга, наших мышц, внутренних органов. Если она не будет поступать в организм, человек ощущает слабость. Ему сложно концентрировать свое внимание, выполнять физическую работу и даже двигаться. Глюкоза важна, чтобы поддержать нормальный углеводный обмен. Я рекомендую здоровым людям употребление сахара не более 25-30 грамм в сутки. Но по статистике средняя норма его употребления в России 107 грамм, а в США 160 грамм. А желательно 25 грамм. Зачастую организм сам дает нам ясные сигналы о том, что мы перешли с сахарную черту. Давайте же подробнее разберем каждый из этих сигналов. Итак, первый сигнал. У вас может появиться боль в мышцах и суставах. Дело в том, что избыток сладкого заставляет клетки выделять в кровоток предвестники воспалительного процесса, чтобы расщепить лишнюю глюкозу. Отсюда появляется скованность в мышцах и боль в суставах. Хотите убрать скованность в мышцах и боль в суставах, уменьшаем количество употребления сладкого. Второй сигнал. Перепады настроения и резкое изменение работоспособности. В правильном количестве сахар даже полезен, как я уже сказала, нашему мозгу, потому что снабжает организм энергией. Но любое отклонение от нормы может привести к энергетическому маятнику в течение всего дня. Дело в том, что при употреблении сахара поджелудочная железа вырабатывает инсулин. И чтобы глюкоза попала в клетки, активизирует всплеск энергии. Но как только этот цикл завершается, уровень энергии снова падает. Если не хотите застрять в этой ловушке, то не тянитесь за сладостями. И вместо них употребляйте полезные белки и жиры. Здоровая пища даст вам ту энергию, которая нужна для организма на протяжении всего дня. Есть еще такое понятие, как медленные углеводы. Желательно тоже употреблять их, нежели сладкие пирожные тортики. Третий недостаток при употреблении сахара – это регулярные высыпания на кожу. Скачок инсулина из поджелудочной увеличивает активность сальных желез, что в свою очередь приводит к появлению комедонов разной степени тяжести. Обычно, конечно же, данной проблемой страдают более молодые люди, подростки и так далее. Четвертый нежелательный компонент – это набор веса. Все про это наслышаны, с этим никто не поспорит. Чем больше сладкого мы едим, тем толще мы становимся, к сожалению. Пятый отрицательный момент большого употребления сладкого – это кариес. Сахар является другом бактерий, которые живут в ротовой полости, и вместе они образуют кислоту, разрушающую зубную эмаль. При этом при употреблении большого количества сахара вкус продуктов, которые вы едите, кажется не таким ярким, как раньше. Заметьте, излишнее употребление сахара притупляет вкус, из-за чего продукты уже не кажутся такими вкусными и сладкими, как прежде. Ограничьте себя на неделю от сладкого, и вы заметите, до какой степени сладкое яблоко, до какой степени сладкий лимон даже может быть. Шестое, постоянное желание лечь спать. Избыток сахара влияет на активность нейропептидов, регулирующих множество нервных функций организма. При их снижении человек начинает чувствовать сонливость и усталость. Из-за этого после еды мы часто хотим спать. Замечали такое? Вот поедите сладкого, все, спать хочется. И, наконец, как же сахар влияет на сердце и сосуды? Когда уровень сахара становится высоким, это приводит к поражению как крупных, так и мелких кровеносных сосудов, капиллярчиков наших. Этот фактор может стать следствием болезней нервов, глаз и почек. Поражение крупных сосудов могут привести к инсульту и инфаркту миокарда. Высокий уровень сахара поражает внутреннюю поверхность эндотелия. Это состояние, при котором нарушается способность кровеносных сосудов к расширению, из-за чего в дальнейшем и развивается атеросклероз, потому что к поврежденному эндотелию мигрируют тромбоциты, макрофагии, холестерин, чтобы залатать поврежденную стеночку. Соответственно, стеночка повреждена, возникает гипертония, то есть она не может нормально расслабиться. Подобный эффект сахар оказывает и на сердечную мышцу, затрудняя ее возможность нормально расслабиться. Это приводит к нарушению сократительной функции сердца и способствует возникновению даже сердечной недостаточности. Что делать, спросите вы? Исключать все сладкое и сладости. Пирожные, мороженое, тортики, оставляем это на побольшим праздникам, минимизируем до маленького кусочка. Исключение сахара из рациона, к сожалению, не пройдет бесследно. Сначала вас будет штормить. Вам будет очень трудно. Затем вы привыкнете к ограничению, а затем вы вовсе почувствуете прилив энергии и радость освобождения от сахарной зависимости. Давайте подробнее поговорим, что человек может испытывать при отказе от сахара. Первые симптомы могут включать в себя усталость, упадок сил, рассеянность, ощущение подавленности и грусти, резкие смены, перепады настроения и даже депрессию. В первую неделю отказа от сахара у вас может повыситься аппетит, чувство голода может стать серьезной проблемой. Поэтому в этот промежуток времени следует употреблять как можно более питательную пищу, медленные углеводы. Но в долгосрочной перспективе вы можете наблюдать у себя следующее явление. Если вы откажетесь от сахара уже через 2 недели, снизится уровень сахара в крови, снизится уровень плохого холестерина, а вслед за ним и будет нормальным артериальное давление. Соответственно, вы можете предотвратить инсульт, инфаркт, ишемическую болезнь сердца, снизив потребление сахара и мучного.